Всем привет, друзья! Мы с вами продолжаем проходить Divinity. Ну что ж, как вы помните, в прошлый раз мы тут с вами отплатили таких картёжникам чеканные монеты за то, что они с нами делали. Ну и давайте найдём всё-таки лежаночку. Потому как... Потому как... И... Вроде как вот. Вот она. Как хорошо, что вы мне подсказали, куда смотреть. Ну и удобно, что у нас стоит мод, не мод, навсегда бежать. Ой, там кто-то в ведре очень мило выглядит. Я вам точно скажу. А здесь у нас что? Лианок. А, тут можно забраться. И сундучок обокрасть. Прикольно, но для начала. У нас здесь есть кастрюля, лопата. Хотя я так понимаю, что... Если вам встретится подозрительная куча земли, попробуйте её раскопать. Но ящер, я так понимаю, может копать и без лопаты. То есть... А вот он, наш класс, уже начинает приносить пользу. И лежанка. Вы подобрали лежанку. Используйте её для отдыха и восстановления здоровья отряда. А давайте прямо здесь и заюзаем. Только оно чё, вот так вот... Ой. Оно вот так вот будет. Не быстро, типа. Типа каждому надо будет полежать. Эх. Ну, ладно. Что ж поделать. Ну, это лучше, чем юзать всякие лечебные зелья постоянно. Но, видимо, каждому придётся намутить полежанки, возможно. Я не знаю, как ещё. Ну, в любом случае, на халяву подлечиться было неплохо. И мы это сделали благополучно. А вот. А теперь давайте посмотрим, что там с лианами на другой стороне. Потому что там лежит сундучок. И предательский май. Ну, и по карте. Ой. Небора. Гриф. Ну, в общем, нам ещё тут, на самом деле, так изучать и изучать. Единственное, что я боюсь, таким макаром забрести куда-то, где нам будут не рады. Мм. Кажется, нам пока что силёнок не хватает или что? А, нас какой-то ветер сбивает. То есть тут, видимо, как-то мы можем забраться. Но сначала надо разобраться с ветром. Как это ни странно. Ну, ладно. У нас ещё с вами, в принципе, впереди целый город. Да, вот здесь не достать. Мм. А здесь не пройти. Ну, чёрт с ним. И, кстати, хорошо, что нежить тоже, в общем-то, восстанавливает хп, когда лежит на лежанке. Было бы очень неприятно, если бы ему приходилось делать какую-нибудь свою еданку там или что-то подобное. Вообще локация дико красивая. Хотя форт явно в какой-то момент пришёл в запустение. Выглядит он немножко, ну, поношенным, что ли. И мне бы хотелось эльфов пойти получить, потому что... А, это гетто форта радость. Может быть, тут... Может быть, тут будет какая-то более нормальная, что ли, часть. Магистр Ализа. А. Но, может быть, нас туда не сразу пустят. Такое тоже возможно. Вообще, надо ли нам разговаривать с магистрами? Вот, показывать им, что мы в группку сбились? Вы идёте к нему, улыбчивому магистру, но тут Ифан перехватывает вас за руку и торопливо начинает говорить. Я должен с ним поговорить. Наедине. Это недолго. Ну, окей, пусть идёт вперёд, мы ему доверяем. Ифан подходит к магистру, говорит с ним ровным, сдержанным тоном. Хотя слов вам не слышно, внезапно магистр бледнеет, как полотно, и трясущимися руками протягивает Ифану записку. Не надо, я всё расскажу, всё, только не надо. Так, хорошо? Ифан возвращается к вам, оставив за спины трясущегося перепуганного магистра. Перехватив ваш взгляд, он подмигивает. Ага. Записка. Ну, у Ифана есть что нам сказать. Ифан замечает, что вы на него смотрите. Он вопросительно поднимает брови. Что? Из-за тебя тут магистр в штаны наложил. Он усмехается, потом качает голову. Мне нужны были сведения. Магистр хотел поторговаться. И я поторговался. Ну, я не знаю, что тут сказать. Ифан усмехается и поправляет рюкзак. Что ж, тогда продолжим. Ага. Ой. Э! Э! Они котика пристрелили. Вы что делаете, Ироды? Так. Возможно, с этим котиком было что-то связано, но... Не факт, что мы это теперь узнаем. Так. Ну, еще кто-то. Нузи. Ильдар. Нузи. Хочешь сразиться в матче? Она голову выше всех соперников. Это сразу видно, еще на хвост. Бедняги даже не поймут, кто свалил их на землю. Ха. Скажем, что мы побеждали ящера вдвое больше нас. Размедленно. Все это имеет мало общего с доблестью в бою. А вот как? Что ж, тогда докажи это. Спускайся в люк. Я пока не готов. Я пока не готов. Опа. Бочка с водой. И... Вожак лагеря Гриф. Гриф медный сосредоточенно чистит картошку. Когда вы подходите, он поднимает взгляд и кладет картофель на стол, но не убирает короткий острый нож. Что? Хе. Спрашиваем, он ли здесь командует. А, кто спрашивает. А лениво складываем руки на груди и говорим, что мы слышали, будто он может нам помочь. Он ухмыляется и поднимает нож к свету, любуясь блеском клинка. Я слушаю. Опа-па-па-пум. Так. Ну что ж. Мы хотим что-то купить. Конечно, гляди. А книжки навыков нам пока что-то не предлагают, я так смотрю. Ну да ладно. Купить у него не сказать, чтобы много чего можно было. Я не знаю, рыбью кость ему, конечно, можно продать, но такое себе удовольствие. Так, окей. Знает ли он, что его громилы притесняют жителей лагеря? Фокс. Громилы. Взгляни на это с другой стороны. Тут забыли про закон. Мы все здесь голодаем. Говорим, что пытаемся выбраться отсюда. Тут я тебе помочь не могу. Если бы мог, думаешь, я чистил бы тут чертову картошку. А мы, точнее, спросим, что он знает о магистрах и их лечении для колдунов. Они вылечат тебя от истока. От секута, например, вылечат тебя от головной боли. Мм. А мы слышали, как полезно иметь его в друзьях. Может быть, мы чем-то можем ему помочь? Он пока показывает остреем ножа на эльфа в клетке. Бедняга сидит, сгорбившийся, обхватив руками колени. Я сам решаю свои проблемы. Эльф в клетке. А где, простите, эльф в клетке? И кто это? Амира. Амира? Не подходи к нему и не заставляй меня повторять. Послушай, я могу помочь тебе, если ты... Заткнись, эльф. Говорим, что эльф, похоже, тяжело ранен. Спрашиваем, почему его здесь держат. Этот шут гороховый. Я поймал его за кражей, примусь на кухне. Не, он так и не сказал мне, где прячут краденое. Думаешь, надо было дать ему по рукам и отпустить? Откуда он знает, что это вор? Я его застал на месте преступления, когда он собирался вслед за первым умокнуть и второй ящик. Когда мы его схватили, он изжал, что твоя шлюха в борделе. Проще простого. Что у тебя украли? Припасы. Ящик с фруктами и апельсинами. Он либо заговорит, либо умрет молча. Спрашиваем, действительно ли он готов на убийство. Ради горшечки фруктов. Новенький, да? Божественный велел делиться. Ними последнюю рубашку. Он вертит нож в ловких пальцах. Божественный мертв. Единственный бог, что хранит Форт Радос, это вот этот вот ножичек. Ууу, так. Ну хорошо, предлагаем сделку. Мы находим пропавшие припасы, а гриф освобождает Амира. Мне только мои припасы нужны. Мне плевать, если этот шут горохов отдаст концы не у меня в клетке, а в сточной канаве. Верни мой ящик и считай, что мы договорились. Окей. Эм, может, Амира нам с этим поможет, или мы сейчас же сразу получим пощапу? На полу клетки лежит перепачканный грязью кровью Эльд. Заметив фас, он поднимает голову. Его плечо вывернуто под странным углом, он очень слаб, но все же пытается привлечь ваше внимание. Ты. Ты. Вздрагивает. Веришь его словам? Думаешь, что я лор? Хе. Пожимаем плечами и отмечаем, что у нас нет причин думать иначе. Никогда не доверяй тому, в чьих руках ключи от чужой свободы. Станешь ты доверять типу, застегнувшему ошейник на твоей шее? Так и я, ты хочешь обрести свободу. Вырваться из форта радости. Верно? Хе. Спрашиваем, почему он так предполагается. Некоторые устраиваются. Они не лазают по кухне Гриффа, находят тихое место. Ждут своей очереди. Только не ты. Хе-хе. Эм, спрашиваем, как он оказался в клетке. Грифф сказал тебе, верно? Я забрал его припасы. Но не брал то, что он думает. Я не знаю, где его апельсины. Я их даже не видел. Я рассказал тебе все, что знаю. Но сперва я хочу заключить сделку. Что ты имеешь в виду? Я знаю, как выбраться. Я покажу тебе. А ты? Ты меня вытащишь. Я не хочу подохнуть в этой клетке. Что ж, это пойдет на пользу нам обоим. Я хотел его от чистоты своего сердца, можно сказать, вытащить. Но так еще лучше. Наконец-то движение вперед. Грифф отпустит меня, если поймет, что у меня нет его пропажей. Нам, тебе, нужно найти настоящего вора. Когда я буду свободен, получишь свободу и ты. Почему Грифф хочет вернуть именно эти припасы? Грифф – могущественный человек. Могущество – загадочная штука. Если ты не замечаешь. А что ты делал на кухне Гриффа? Я не желаю зла. Мне просто нужно немножко еды. Краюха хлеба, пара картофелин. Ничего такого, с чем Грифф не может расстаться. Мне нужно бежать, и я... Я отвечаю не только за себя. Ты понимаешь. Кто, по твоему мнению, устощил припасы Гриффа? Я никого не видел. Только слышал, как Грифф прочищал горло. Вот так. Некоторое время я думал, что Грифф сам спрятал свои припасы, но он в такую ярость пришел, когда не нашел их. Он и правда не сам их спрятал. Я все понял, и уходим. Спасибо. И поторопись. Прошу тебя. Ну, как правило, в таких играх все-таки торопиться-то не обязательно, но будем иметь в виду. А Нузи там предлагает... А, ты кто? Хильда. Кто за Хильда? Это сохранение здесь работает быстрее, чем первая часть. Эй, я смотрю, у тебя пустой мешок. А ну и понятно, здесь продают один негодный хлам. Почему бы тебе не поглядеть на мои товары? Такого ты больше нигде в лагере не найдешь. Все добро пришло по особым каналам. Что за особые каналы ты имеешь в виду? Ну, скажем так, многие отсюда уходят, но без вещей. Предположим, я знаю, где все это в итоге оказывается. Ммм. Ну, я в предложении что-то подозрить. Хе. Тогда ты сам за себя двуязыка, тварь. Тогда, Лэ, до тебя доберутся, я все равно заберу все, что захочу. О, ну, хорошо, мы, возможно, только что не заключили сделку века и гла. А ну, они руки из кармана. Чего? Еще надо, урод. А, говорим, что ищем украденные припасы грехов. Если шеф тебе что-то доверил, то лучше его не подводить. Все не понравится, если он рассердится. Прошу им, слышал ли он что-нибудь о виновном. Ты про того дурня в клетке? Я эльфов не знаю и знать не хочу. Он же твердит, что не виновен, но я-то знаю, что эльфу верить нельзя. Заметьте, у него рот не открывается, когда он говорит. Эм, говорим, что не понимаем, почему гриф так разозлился из-за пропавших фруктов. А, да, шеф очень дорогие его апельсины. Он без них и дня прожить не может. Так а почему тебя не волнуют пропавшие запасы грифа? Шефом все будет хорошо. Сейчас к нему лучше не соваться, но как только придет новый груз, он будет в полном порядке. Ладно, уходим. Понятненько. Не очень дружелюбный тут ход. Еще одна лежаночка, смотрите-ка, два. Две лежанки. Прелестно. Это уже, ну... О, шептун травы. Потихоньку наберем всяких ништяков. А это кто? Сибила? О! Среди убожества из-за пустения форта Радость, вы внезапно замечаете эльфийку невероятной красоты. Ее точеные черты стачают холодное достоинство, а взгляд острее ножа. Она была среди тех колдунов, плечом к плечу, с которыми вы дрались против исчадей пустоты в трюме тонущего корабля. Ее взгляд сосредоточен в настоящем удалении ящери, и у вас возникает ощущение, что ему очень не повезло. Этот хищный вор не предвещает ничего доброго. Твою вор. Взор. Подходим к ней и спрашиваем, чем ее так привлек этот ящик. Стоило этим словам сорваться с ваших губ, как она оборачивается и скручивает вас с захват. Вы ощущаете, как в ваше горло впивается острие длинные иглы. Ты застал меня врасплох. Никто не может застать меня врасплох. Кто ты? Говорим ей правду. Мы — красный принц из дома войны. Принц из дома аработорговцев. Этим признанием ты подписал себе смертный приговор. Толчок, поворот. И вот вы уже стоите с ней лицом к лицу. Игла по-прежнему упирается в вашу шею. Несмотря на то, что сейчас, казалось бы, думать надо совсем о другом, вы подмечаете, что ее тольченые черты далеки от совершенства. Странные формы шрам уродуют левую щеку. Кажется, до тебя дошло, да? Почему я ненавижу вас, рептилий? Давайте вежливо попросим ее убрать иглу, чтобы мы могли обсудить этот вопрос как подобает цивилизованным существам. Нет среди работорговцев цивилизованности. Только слово и плит. Она вгоняет иглу еще глубже и шепчет. На самом деле, совершенно не важно, кто ты видел, как я помещаю добычу. Ты мог бы предупредить его, спасти его, убить его раньше, чем я до него доберусь. Значит, ты препятствия. Корм для иглы. Какая интересная дама. Делаем предложение. Вместо того, чтобы убивать нас, она может к нам присоединиться. Никогда. Давайте воззовем к ее благоразумию. В одиночку она... Нет. Нет, настаивать на своем. Вы готовите побег, а вам нужны люди с такими талантами, как у нее. Ты принц-работорговец. Какой стати мне по доброй воле связывать свою судьбу с твоей? Со мной такое уже делали. Насильно. Давайте силу сказать, что, несмотря на иронию ситуации, единственное здесь достаточно сильное существо, которое может даровать ей свободу, это мы. Вместе с нами она сможет вернуться на материк. Опа! Досадно признавать, но в твоих словах есть смысл. О, моя маленькая иголочка, что же нам делать? Пкнуть или убрать? Мучительный выбор. Знаешь что? Сегодня чудесный день. Солнышко светит, свежий ветерок. Да, я сохраню тебе жизнь. И даже пойду с тобой, если ты пообещаешь мне разговор с другим ящером, с тем, которого я ищу. Что-то мне сомнительно, что погода спасет его. Изящным движением руки она убирает иглу от вашего горла и улыбается, будто только что пригласил вас на чашечку чаю. Тогда давай обсудим, кто из нас что делает. Хорошо? Мы втроем, ты и я и смерть будем много играть в прятки. Каких действий ты ожидаешь от меня? Я ворк, а это значит, что моя основная специальность — скрытый убийство. Без шумный, незаметный удар кинжала. Впрочем, я прекрасно обращаюсь с любым оружием и хорошо разбираюсь в магии, так что выбор за тобой. Ладно, давайте. Магия... Призыватель. Отличный выбор. Что ж, введите. А еще лучше пусть поведу я. Киваем, значит, решено. Тогда за мной. Постой, мне кажется, у тебя и так слишком много спутников. Слишком заметная толпа путешествовать вместе будет небезопасно. Возвращайся, когда избавишься хотя бы от парочки лишних. Парочки? Ну, ифон пока что выглядит самым празднием. А, пу-пу-пу-пу. Ну, пока бы мы предпочли путешествовать в одиночку. Уверены, что вы хотите расстаться со своим спутником? Да-да. Брови его ползут вверх, лицо растекает, кривая ухмутка. Не могу сказать, что я рад расставанию, но ты спрашиваешь. Похоже, что тут неплохо осталось. Удачи тебе. Может быть, когда-нибудь наши дороги пересекутся вновь. Ага. Ага, скомканная записка. То есть мы квест сможем таки без него его сделать. И это довольно-таки приятно. Давайте все вещи посмотрим. Ну, и надо бы ее прочесть. За стенами форта Радость Серебряного Когтя ждет помощь. Передай Бен Мезду, чтобы отыскал торговца по имени Залискар у края болота. Залискар передаст ему оружие для задания. Р. То есть нормально они так чувака внедрили. Ммм. Ну что ж, девчуль? Что ты так долго? Я готов сражаться с тобой бок о бок, если пожелаешь. Да? Вы не уверены, сможете ли когда-нибудь крепко заснуть в присутствии Сибилы? Но хорошо, что она на вашей стороне. По крайней мере, сейчас. Фуе. Сибила. У нее повышение уровня. Кажется, да? Все через инвентарь. Ну, окей. Чего ей? Пока телосложение. И... Бум-бум-бум-бум. Призывание. И в социальных знаний и легенд. Потому что я через эпизод всех переобучиваю все равно. Так что сейчас мы можем позволить себе раскидать навыки так, как раскидали. И еще организаторская тема. У нас получается... Если смотреть нашу сумку... Сумка Сибила. А где наша? А, вот. Красный принц. А спальники-то они как? Общие или что? О, штаны. Ух ты. Штаны. А у нас кто-нибудь без штанов ходит? Не, к счастью, все в штанах. Но вот у девчули нет никакого шлема. Мы несколько ведер с вами просто-напросто прошляпили. А, вот. Ну, вот раз лежанка. А где вторая? Или она, типа, на всю пати распространяется? Ну, если на всю пати, то на всю пати, так и быть. В общем, разберемся с этим по ходу пьесы. Ты девчуля. Нога от узы. Ммм, давайте... Ой, только не красный принц, а... Как тебе-то? Ну, я надеюсь, что она срез. В вашей голове звучит только одно имя. Вердас. 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 Он должен бежать. Нельзя, чтобы он здесь умер. Нельзя. Ага. Ха. Ну, в общем-то, она нам нужна только потому, что вот эльфы могут жрать ушки. Желохвост. Крепкий пацанчик, но нас больше. Нас заметно больше. Пора с ним познакомиться. Ты? Я уже не сплю. Кажется, мне нужно себя ущипнуть или нет? Постойте. Это вы. Они говорили, что вы будете красным, но я не думал, что настолько красным. Ммм. Хе-хе-хе. Вы признаете в этом ящере становиться. Говорим, что он-то нам и нужен. О, да. Конечно. Принц принцев. Да, несомненно. Мне нужно держать с вами совет, ваше королевское высочество. Однозначно. Воистину. Спрашиваем, нужно ли ему время, чтобы взять себя в руки. Он выглядит слегка взволнованным. Спасибо, но я и так скоро поправлюсь. Булькает. Да. Скоро, скоро, скоро. Столь резкое пробуждение испугало меня. Находясь между сном и явью, я не мог быть уверен, верно ли это он? Тот самый, кого я так ждал. Это вы в грязных лохмотьях, как низко пали сильные, да? Так, давайте, не обращая внимания на его грубость, говорим, что мы увидели странные сны и потому разыскали сновидцы. Именно так, именно, как это взаимно. Вы видите тайны в ночи, и я тоже, я тоже, я тот, кто вам нужен. А что у тебя есть? Опа, книга навыков огненных всяких. Пригодится когда-нибудь. Я так полагаю, сейчас мы не можем, можем себе позволить, но, но не сейчас. Они, о ком я говорю, ваше королевское высочество, это мое видение, порождение сна. Я вижу глаз в своих дивных туманных снах, Сир. Они говорят со мной. Говорят, что вы тот, кто принесет перемены. Но есть те, кто противостоит переменам. И они очень, очень хотят вашей смерти. Ага. Давайте потребуем разъяснений со вздохов, типа. Какие еще перемены? Не могу сказать. Хорошо, кто желает нам смерти? Я не знаю. Хорошо, со всем доступным нам терпением осведомляемся, с какой стати он так запирается. Все для вас, ваше королевское высочество. Ради жизни вашей и судьбы. Видите ли, принц, это и есть истинное средоточие того, что стоит сознавать. Мы должны вести речь о весьма тонких материях. Говорить о вещах весьма небезопасно. То, что я должен знать, я не ведаю, когда бодрствую. То, что я должен сказать, я поведаю вам во сне. Как этого можно достичь? Это очень просто. Нам с вами нужно лишь закрыть глаза и позволить сну взять нас за руку. Тогда мы встретимся в Великом Царской Снов, где шепот достигнет моего слуха, и я смогу передать эти слова вам. Ну что ж, я готов. Пора приступать к делу. Тут, видите ли, тут есть одно, скажем так, затруднение. Видите ли, для сновидца признаваться в таком крайне неловко, но в последнее время я не вижу снов. Сон мой сделался слеп и нем. Я хочу вам помочь. Разумеется, мой господин, вам не нужно вам помочь, но я испытываю отчаянную нужду в моем лекарстве. Это... Если он намеревается попросить выпивку, то обойдется. Нет, 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 мои сны вызывают отнюдь не вино. Это совершенно другое сна для меня. Лист, что просветляет. Друдена. Она же дурноплющая. Что с ними принять лист принца? Мы оба узнаем о том, что хотят поведать вам в духе сна. Так. Ладно, закатываем глаза и предполагаем, он хочет, чтобы мы нашли ему Друдену. Нет, точно нет. Понимаете, у меня есть немного, но я это... украл. А все думают, что это сделал Эльф Амера. Поэтому его и посадили в клетку. Меня разрывает на части, Сир. Мне следует вернуть Друдена и освободить Эльфа, но... Но очень хочу спать и видеть сны. Вспоминая о трудности Хамира, приказываем отдать нам Друдену. Отдать? Но если... если так надо... Приказ принца-люми ушей не пропустишь. Желохво строится в кармане, и с видом ребенка, у которого отбирают честно заработанные сладости, протягивают вам пару апельсинов. Друдена внутри апельсинов принц. Делайте с ней, что хотите. В тот самый миг, когда вы собираетесь отойти от ящера, Сибила вдруг зажимает ваш подбородок большими указательными пальцами и поворачивает голову так, чтобы вы посмотрели ей в глаза. Послушай, мне надо поболтать с этим куском мяса. Он причинил мне зло в прошлом, но, возможно, сейчас принесет пользу. Ну, какая же пати без доверия? Ладно, почему бы и нет? Мы не возражаем. Говорим ей, что она может пойти с ним поговорить. К вашему изумлению, Сибила одной рукой придушивает неуспевшего опомниться ящера, другой загоняет ему в пах кончик иглы. Начинается допрос. Вам слышно, как он что-то выкрикивает про хозяина, одиноких волков и какого-то грифа. Внезапно кровь хлещет во все стороны, и жала хвост падает ничком собственной вывалившейся кишки. Ну вот вы поговорили, а? Сибила удовлетворенно вздыхает и, вытирая начисто свои гни, из-под воль косится на вас. Разговор окончен. Это выглядело немножко чрезмерно. На самом деле, это был пример самоограничения. Но я развлеклась с самую малостью. Ну, о. Окей. Окей, книга навыков. Все нам достались на халяву, а мы с вами при этом никого и не убивали, да еще и плюс одна лежанка. Дратути. Сковородка. Отлично. Рыбьи кости, я не думаю, что мы опустимся до рыбьих костей. О чем ты думаешь? Эм. Она только что убила сновидца, это страшное святотатство. Требуем объяснений. Все просто. Он отметил меня шрамом и отплатил ему. Строицей. Она смотрит на вас с обманчиво невинным видом. Это вызов. Будешь меня винить? Ха. Чувак уже мертв. Признаем, что если бы кто-то посмел изуродовать вас такими шрамами, вы бы действовали так же. Ну, наконец-то. Мне уже отчелось увидеть, как ты начнешь проявлять характер. Как бы то ни было, что мертво, того не воротишь. Так что давай займемся делами поважнее. Что скажешь? Увы, мой шрам все еще при мне. Надежды оказались тщетны. Так что дальше? Разумеется, я и дальше буду искать хозяина. Но охота пробуждает аппетит. И знаешь, я не отказался бы что-нибудь поклевать. Желохвост что-то говорил про повара. Гриф. Убьем двух зайцев одним ударом. Что скажешь? Ну, если мы Грифа убьем, то Друдену ему отдавать вовсе и не обязательно тем временем. Да, по-моему, этот ящик мне и нужен. Похоже, Желохвост выменил из него все подчистую. А, мы еще и искали для феи на женишки. О, малое зелье лечения. Все-таки вот теперь оно видно. И теперь мы его подберем. Так, что ж, все вновь нас направляет к Грифу. Ну, давайте. Давайте посмотрим на его гостеприимство. Я надеюсь, что... Ну, убивать его хотя бы нам не придется. Вот так сразу. Что-то у нас... А, пока что дорога немножко вымощена трупами. М-м-м, не есть это хорошо. О, зашли с другой стороны. Что ж, Гриф. Сибилла мягко кладет ладонь вам на поясницу. Те уст вам на ухо доносятся шок. Позволь мне поговорить с этим господином. Есть у меня одна мыслишка. М-м-м, ладно, пусть говорит первый. Протягиваем руку в приглашающем жизнь. Сибилла выходит вперед и расспрашивает повара Грифа об одиноких волках. Одна мертвая птичка и насвистела, что говорить тут надо именно с ним. Следует короткий обмен репликами. Деньги переходят из рук в руки. И не успевайте вопомниться, как Сибилла уже стоит рядом с вами, торжествующе улыбаясь. Спасибо. Полагаю, нам все-таки пора бежать. В гулких топях меня ждет след волчей стаи. А спрашиваем, злой серый волк? В умелых руках он не страшнее щенка, я уверена. Его зовут Залискар. Красивое имя. Может быть, станет незанятным после нашего разговора. Да, но нам-то надо поговорить. Гриф глядит на лезвие ножа, потом на вас, потом снова на лезвие. Угу. Эм, ну, мы нашли твои апельсины. А вернее, твою Друдену. Не устраивай глупостей, давай сюда. Эм, живо. Давайте, отдаем Грифу то, что он просит. Вот и славно. Похоже, все на месте. Но остается важный вопрос. А кто же вор? Эм, говорим правду. Вором был ящер жилохвост, а теперь он мертв. Он приподнимает бровь. Похоже, кто-то сделал всю работу за меня. Можешь забирать своего приятеля. Может, он даже поправится. Как-то нибудь. Ну что ж, приятель. Ты свободен. Тебе повезло. Прошу тебя. Я так долго не протяну. И она тоже. Сделано. И быстро. Спасибо. Большое тебе спасибо. Я выполнил свою часть сделки. Показал тебе, как выбраться. Но у меня есть еще одна просьба. Чего? Хорошо, что ты имеешь в виду? Сахейла. Юная девочка. Я ее защитник. Она... Она все для нас. Правительница. Правидица. Ведунья. Дитя. Она не может... Не может здесь пропасть. Что ты имеешь в виду? Ради всего нашего народа. Ради всего мира. Дай мне карту. Я покажу дорогу. Это... Потайной путь. Опасный. Но он ведет к свободе. Хм. Неужто нам показывают, как отсюда выбрать? Я дам тебе этот амулет. Заберись до оставшихся эльфов. Дай ему амулет. Скажи им, что Шахейла здесь. Они пришлют подмогу. Пожалуйста. Это очень важно. Я пойду к ней. Желаю тебе удачи. И благодарю от имени всех. Что-то у нас тут много всего скапливается. Ну, да ладно. Давайте с вами продолжим в следующем эпизоде. А пока что спасибо Дахармсу, Миша Лебедеву и Юджину Вольну за то, что тебя продолжают поддерживать канал. Всем вам огромное спасибо, что вместе со мной проходите игру. И встретимся завтра. Гарантированно. Удачи и счастливо. Пока-пока. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok